Многие проблемы поселка эти люди привыкли решать сообща, и сейчас они собрались обсудить возникшую проблему отключения электричества. Тем более, что помочь им больше никто не спешит. Мы обращались и в МЧС. МЧС сказала, вы понимаете, что мы вам помочь ничем не можем. Мы каждому генератор не выделим. Я говорю, извините, но мы замерзаем, что нам делать? Вот тысяча человек, это считается, ну, видимо, капля в море. Мы им неинтересны. Мерзнете, хотите кушать, не на чем готовить. Вместо того, чтобы, скажем, получить нормальную электроэнергию, начинаешь бегать, тебе говорят, в МАЭС обращайся. МАЭС говорит, в МОЗЭнергосбыт обращайся. Туда обращаешься, к собственнику обращайся. Ну и что? Получается, что прийти некому. В связи с таким положением вещей настроение у жителей Солнечного острова совсем не солнечное. Мы сейчас на генераторе, который опасен для жизни. Мы его включаем просто там на несколько часов, чтобы поддержать отопление. Дома холодно. Приготовить мы никак не можем. У нас все электрическое. У детей день рождения сегодня. И вот мы как-то вот так. Прекрасный подарок. Пасмурно на улице и староста поселка Василий Волчков приглашает всех к себе согреться чаем. У него работает генератор, но не у всех жителей есть подобная роскошь. Нам приходится теперь спать внизу. Мы спускаемся. Стелим матрасы и полностью в одежде мы спим. Несколько одеял. И то мы мерзнем. Ребенок тоже мерзнет. И то есть мы питаться ездим и в кафе. Проблем у жителей поселка хватает. Электро- и газоснабжение, дороги и благоустройство. И граждане упорно работают над их решением. Позитив знаете, что было? По мусору. По мусору решился. По мусору решился. По мусору сейчас ездит действительно машина. Да, это нам помог глава. Каждый двор. Глава Молоковского поселения. Огоньбов Виктор Алексеевич. Да, Виктор Алексеевич. Во время съемки электроэнергию дали. Жители хоть и обрадовались, но радость эта оказалась неполной. И это, увы, тоже сложившаяся печальная практика. Вот мы можем посмотреть на стабилизаторы. Пожалуйста. Ну как делать? 154, 160, 159. Это входное напряжение. Вот нижнее. Вот 154, 153 вот сейчас прыгает. Это входное напряжение. Глубинные насосы со скважины, они, как правило, очень мощные. То есть они не подают воду. И поэтому у людей ни ребенка помыть, ни приготовить, ничего. То есть эти нервы идут уже вот с 15-го года, идет вот такая чехарда. По словам Василия Волчкова, это происходит из-за того, что не развивается сетевая инфраструктура. Собственник сетей и рад бы передать все поставщику электроэнергии, но тот по каким-то причинам не соглашается. А есть другая сторона поселка, у которой другая проблема. У них ниже 230 не падает, понимаете, как сделана сеть. Если мы там добавим, чтобы здесь, да, как бы стало повыше, они там сгорят. И вот таким образом мы, получается, все время в каком-то замкнутом круге в этом поселке. Мы уже собрались возвращаться в редакцию, но тут выяснилось, что единственный выезд из поселка частично заблокирован из-за аварии. И это еще одна большая проблема местных жителей. Копали канаву, здесь экскаватор работал, да. А это полностью закрыто металлическим отбойником и отсечена жилая наша постройка, наш микрорайон от дороги. То есть у нас, по сути дела, вчера было две дороги. Вот эта дорога, это здесь хорошее асфальтовое покрытие. И вторая дорога, это центральная. Действительно, раньше из поселка было два выезда. С улиц Луговой и Центральной. Но дорожные службы, устанавливавшие отбойники, выезд с Луговой ликвидировали. Теперь здесь тупик. А сейчас мы буквально заблокированы, потому что перекрыты все въезды. Случилось ДТП, даже я не могла сейчас приехать сюда. И там вся дорога у нас закрыта. Мы полностью заблокированы от всего. Благодаря оперативным действиям госавтоинспекции аварию удалось быстро ликвидировать. К сожалению, так же быстро не решаются другие проблемы в поселке Солнечный остров. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.